В прошлом году в Подмосковье стартовала программа социальной газификации. Голубое топливо подведут бесплатно до границ участков всех домов, но только в уже газифицированных населенных пунктах. В Раменском городском округе таких домовладений свыше 6 тысяч. Охват жителей в рамках данной программы составляет 10 811 человек. Газифицировать зарегистрированное строение можно от 120 тысяч рублей. Стоимость работы в пределах границ домовладения зависит от протяженности трубы, так как расстояние у одного от забора до дома может полтора метра, у другого соответственно 20 метров. Поэтому у территориальных менеджеров МОЗ «Ублгаз» есть калькулятор, который позволит рассчитать примерную стоимость подключения. В 2021 году в Раменском городском округе отремонтировано 80 объектов дорожного хозяйства протяженностью свыше 60 километров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в текущем году на территории округа предусмотрено строительство 50 новых пешеходных переходов. Продолжится обустройство тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения. В 2022 году начат и ведется уже ямочный ремонт. На сегодняшний день выявлено 1792 участков разрушения покрытия, отремонтировано 1489. Разработан план ремонта муниципальных дорог общего пользования на 2022 год с привлечением субсидий из бюджета Московской области в размере 153,5 миллиона рублей. В план ремонта вошли 29 объектов. Также запланирован ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального бюджета на сумму 52,5 миллиона рублей. В план вошли три объекта. Это деревня Вишняково, подъезд к участку многодетных семей. Улица Серова, парковка возле пристройки школы номер 6. И в настоящее время по поручению губернатора Московской области ведется ремонт дороги к участку многодетных семей в деревне Кузнецово, улица Дачная. Раменские образовательные учреждения принимают активное участие в реализации национальных проектах образования. Цифровая образовательная среда. Этот федеральный проект направлен на обеспечение высокоскоростным доступом к сети интернет и презентационным оборудованием. Также в 2022 году в рамках проекта 22 школ у нас будет поставлено 130 мультимедийных проекторов затраты более 21 миллиона рублей. А в 2023 году 15 школ получат 330 планшетных компьютеров затраты почти 9,5 миллионов рублей. Есть еще один национальный проект «Демография» создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В настоящее время в раменских муниципальных садах воспитывается более тысячи детишек от года до 3 лет. В 2022 году мы планируем ввести дополнительно 110 мест в рамках проекта «Полисадик». Ну и, конечно же, продолжаем искренне надеяться, что все-таки этот год будет финальной точкой в спорах между администрацией и застройщиком «Ависта» в части передачи детского сада в Новых Островцах в муниципальную собственность. Мы все этот детский сад очень и очень ждем. Мы активно участвуем в проекте по капитальному ремонту. В 2021 году у нас отремонтирована школа номер 32, в 2022 году готовится к капитальному ремонту школа номер 15. Среди задач на 2022 год не только провести ремонт, но и обеспечить образовательные учреждения новым современным оборудованием. В рамках поручения губернатора Московской области продолжается работа по объединению школ и детских садов в единые образовательные комплексы. Конечная цель данного проекта – повышение качества образования. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев и Андрей Пластунов для программы «Городские вести».